С недавних пор мамочка Длинные Ноги стала очень популярна среди монстров. Она честно считала себя самой красивой и пару искала себе соответствующую. Ее внимание добивались многие монстры. Неразговорчивый Килли Вилли принес к ее дому облако бабочек. Каждая из них была привязана к ниточке и собрана внизу в один пучок, как воздушные шарики. Это было очень необычно. Но у мамочки на шерстке Ли Вилли была аллергия, а чихать постоянно она не любила. Еще одним ее воздыхателем был странный тип из закулисья, но его она понять и вовсе не могла. У него не было лица, и его намерений никто не знал. Однако она не могла не отметить его стремление ей понравиться. Покорить Длинноногую он решил танцем. Однажды утром монстр с закулисьей пришел к ней домой, поставил большую колонку и должен был нажать на ней кнопку play. Но вместо этого случайно проткнул свой гаджет, который теперь был нанизан на его конечность, как кусок мяса на шпагу. Танец не удался. А вот два других воздыхателя мамочки очень нравились. Первый – поезд-пожиратель. Он был ей давним другом. Она знала, что он надежный, романтичный. Но у него был один нюанс, который ей не нравился. У пожирателя невкусно пахло изо рта. И перемещаться он мог только по рельсам взад или вперед. Но ведь есть еще лево и право, рассуждала она, вынимая охапки цветов из его пасти. Вторым претендентом на ее сердце был паровозик Томас. Он мог перемещаться и по рельсам, и по стенам. И вообще был очень подвижный. Но вот подарков мамочке не делал. Зато плел красивые паутины, на которых она любила лежать, усыпанная цветами от пожирателя. Одним словом мамочка запуталась и не знала, кого выбрать. Однажды к ней в гости пришла Кисси Мисси, еще одна красавица мира монстров. Сидя за чашкой кофе, розовые подружки стали обсуждать своих поклонников. И именно за этим столом Кисси предложила мамочке устроить баттл. Кто победит, тому и достанется ее сердце. У тебя ведь есть сердце? Спросила испуганная Кисси. Мамочка приложила руку сначала к одной половине своей груди, потом ко второй. К-к-кажется, да. Неуверенно пробубнила она. Утром следующего дня мамочка собрала пожирателей Томаса и объявила им, что она станет подружкой того, кто победит в баттле. Соперники переглянулись. Соревноваться они не хотели. Но если призом станет любовь мамочки, то почему нет? Первым было испытание на физическую выносливость. Мамочка соорудила огромную стену. Первому, кто окажется по ту сторону, достанется очко. Томас рванул вперед на своих паучьих ногах, выплюнул паутину и стал по ней медленно взбираться наверх. Пожиратель же решил протаранить стену. Он сдал назад и рванул вперед. Но преграда была такой прочной, что от удара только треснула. Сам же монстр потерял сознание и завалился на бок. Победа в этом состязании досталась Томасу. На следующий день соперникам предстояло состязаться в романтике. Мамочка попросила их принести ей романтические лакомства. Чье окажется вкуснее и изящнее, тот и выиграл. Первым свой презент преподнес паровозик Томас. Это был огромный кулек конфет. Мамочка обожала сладости. Она взяла первое лакомство, развернула фантик и закричала от ужаса. Внутри лежала и вихлялась жирная гусеница. Оказывается, Томас иногда любил насекомых. Он собрал самых сочных и хрустящих и аккуратно упаковал. Вот только мамочка не оценила его вкусов. Пожиратель же открыл перед ней пасть, внутри которой стоял огромный торт, обильно украшенный розочками. Но как он это сделал? Он же поезд! Мамочка приняла подарок и присудила победу в этом состязании пожирателю. И пока она его ела, монстр подмигнул всеми своими глазами человечкам Амонг-Ас, которые прятались в кустах. Именно они помогли ему соорудить такой вкусный торт. Счет был 1-1. Всю ночь длинноногая дива ломала голову над тем, чтобы ей придумать в качестве третьего задания. Оно должно быть очень серьезным. Победитель получит ее, мамочку. А такой приз надо заслужить. И внезапно идея осенила ее. Утром следующего дня она собрала своих друзей, а также претендентов на свое розовое сердце. «Пусть победит сильнейший!» Крикнула она. Третьим испытанием должна была стать битва двух монстров. Поезд пожирателя-паровозик Томас устремились навстречу друг другу. Удар был такой силы, что обсыпались соседние скалы. У Томаса треснула морда, а у поезда вывалился зуб. Монстры снова разъехались в разные стороны, чтобы столкнуться. На полном ходу пожиратель вдруг затормозил, поднял свой первый вагон и обрушил его на рельсы. Другой конец железнодорожного полотна подбросил Томаса высоко вверх, и он рухнул на бок. Но не растерялся. Подпрыгнул на своих паучьих ногах и приземлился на голову пожирателя. Паутину намотал на морду, и как наездник стал управлять пожирателем. Окружающие хохотали до упаду. Все, кроме одного. Мамочка не сразу обратила внимание на высокого кавалера в экстравагантной шляпе. Они встретились глазами. Незнакомец послал ей воздушный поцелуй, и сердце мамочки чуть не выпрыгнуло от восторга. Это был папочка длинные ноги. Томас стоял на задних лапах, в передних держа шпалу. Пожиратель поднял голову, как огромный змей, и разинул пасть, в которой не хватало одного зуба. Каждый понимал, в этой схватке выживет только один. Но неожиданно их внимание привлек странный пружинищий звук. Монстры посмотрели туда, откуда он исходил. Длинноногий незнакомец на конечностях, скрученных в спирали, высоко прыгал куда-то вдаль. В руках у него была счастливая мамочка, которая прежде чем окончательно скрыться в густых деревьях, прокричала Томас и Пожиратель горячо заплакали. Точно не стоит плакать, совсем недавно на моем канале Антон Посохов вышло новое интервью с Хаги-Ваги. Сейчас оно на твоем экране. Давай скорее смотреть, мне нужна твоя поддержка. А пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok